Курорт Курорт А вы в курсе, что курортный сбор будет опробован уже в следующем году? Пилотными станут 4 региона. Это Крым, Алтай, Ставрополье и Краснодарский край. Каким будет размер сбора, пока неизвестно. Но уже ясно, что все деньги, полученные с помощью сбора, пойдут на развитие курортов. По мнению кубанских властей, введение курортного сбора никак не повлияет на количество туристов, которые могут приехать в регион. Как подчеркивает Вениамин Кондратьев, жители будут принимать решение ехать или нет в Краснодарский край, ориентируясь не на курортный сбор, а на такие параметры, как качество услуг и уровень сервиса. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, начальник управления по курортному делу и туризму администрации города Сочи Сергей Домарат. И сегодня мы поговорим о старте пляжного сезона, введении курортного сбора и готовности средств размещения и объектов показа к высокому сезону. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый день. Спасибо, что к нам пришли. Ну, лето в этом году запаздывает, но, тем не менее, старт курортного сезона, конечно же, никто не отменял. Каким количеством пляжей в этом году Сочи встретит своих гостей? В администрации города Сочи утвержден перечень из 190 пляжных территорий. Это 81 муниципальная пляжная территория и 109 пляжей, принадлежащих санаториум и гостиницам. Работа по подготовке пляжей идет полным ходом. На сегодняшний день у нас практически 100% пляжных территорий уже проведено водолазное обследование дна. Достали все металлические предметы, которые за зимние шторма могли попасть на пляжную территорию. На 90% подготовлены спасатели. Их в этом году у нас будет более 600 человек. И в рамках графика ведется работа по техническому освидетельствованию пляжных территорий Государственной инспекции по маломерным судам. А что касается отсыпки пляжей в изделии, она закончила? На каких она, может быть, пляжах была или не была? И откуда вообще берется материал для этой работы? Ну, источниками материала являются у нас места, которые являются опасными, на которых вводятся комиссии по чрезвычайным ситуациям, вводится ЧАЭС. И для того, чтобы исключить подтопление территории, галька изымается, изрусил рек. В этом году таких мест у нас было два. Это поселок Кепша традиционно и поселок Дагомыс. То есть в этих местах был уровень воды в реке, он превышал нормативные показатели. Именно поэтому было принято решение о том, что необходимо оттуда гальку изымать и транспортировать на пляжные территории. В этом году у нас отсыпались пляж на Мамайке, отсыпался пляж в Эмеретинской низменности, в Хостинском районе. Планово у нас перед сезоном была проведена инвентаризация пляжных территорий на предмет необходимости. Дополнительные отсыпки и пляжи, которые необходимо отсыпать, они были отсыпаны. А что касается пляжа в Лао, который мы знаем пострадал очень сильно во время шторма, какова сейчас там ситуация? Да, пляж в Лао был очень сильно размыт штормом. Главой города Сочи было принято решение о выделении денег из городского бюджета на восстановление этой набережной. Но процесс восстановления немного затянулся, потому что там шторма не закончилась. То есть они также продолжали мешать нашим строителям. Но на сегодняшний день волноотбойная стена уже готова в полном объеме. И осталось только благоустроить саму набережную, чем сейчас непосредственно строители и занимаются. Но, естественно, учитывая такие обстоятельства, у нас именно по этой пляжной территории немного срок ввода в эксплуатацию сдвигается. Ориентировочно мы планируем, что это будет середина июня. А предприниматели, которые бизнес ведут на этой пляжной территории, они как-то включились в работу, как-то помогали решить вопрос? Конечно, они включились в работу. Они точно так же ведь пострадали и страдают из-за того, что набережная до сих пор еще не готова. Но как бы не бывает худо без добра. Вот такая ситуация помогла на сегодняшний день провести канализацию по всей набережной пляжа Лао. То, помимо этого, сам непосредственно арендатор пляжной территории свой пляж он откроет в требуемые сроки. То есть на гальке, на самой зонты, шезлонги, аэрарии будут установлены в необходимые установленные сроки. Ну и давайте вообще тогда озвучим критерии, по которым оценивается готовность пляжа, если тезисно сказать, что это. Значит, все пляжные территории наши муниципальные заключают договор о благоустройстве. В соответствии с этими договорами благоустройства утвержден перечень мероприятий и сроки их выполнения, необходимые для реализации. Крайний срок выполнения всех мероприятий – это 1 июня. Это дата у нас ввода в эксплуатацию всех пляжных территорий. После этого комиссия и в каждом внутригородском районе проходит инвентаризация, то есть составляются соответствующие акты выполнения работы. В случае, если мы видим, что работы где-то не выполнены, в таком случае пользователю пляжной территории обязан будет заплатить штраф. Если все равно в течение 10 дней он не выполняет работы, то тогда уже мы обязаны расторгнуть с ним договор благоустройства. То есть все работы регламентированы договором о благоустройстве. И установка душевых, и установка шезлонгов, лежаков, теневых навесов. Все, что требуется в соответствии с нормативами. Ну и хочется еще затронуть тему доступности пляжей. Она не теряет никогда актуальности. Хочется понять, на какие пляжи сочинцы могут и гости курорта попасть бесплатно, на какие-то нужно заплатить деньги. Что это за пляжи и какую они цену могут устанавливать или не могут? Куда мы можем пройти, куда нет? Ну, у нас в городе Сочи существуют пляжи санаторно-курортных организаций, так называемые ведомственные пляжи. Это пляжи санаториев имени Держинка, потом Министерство обороны, Федеральная налоговая служба и другие, и прочее, прочее. Эти пляжи являются лечебными. То есть для того, чтобы полностью выполнить те задачи, которые ставятся перед ведомствами, руководителями этих санаториев, им необходимо соблюсти требования СНИПа лечебные пляжи. А он говорит о том, что на пляжной территории для каждого отдыхающего должно быть не меньше 5 квадратных метров. Ведомственные пляжи все равно, во-первых, они и не муниципальные, они были переданы Росимуществом нашим пляжным территориям. Поэтому решение такое принято. В отношении всех муниципальных пляжей и тех пляжей, которые предоставлены нашим, в том числе и гостиничным операторам, естественно, доступ на эти пляжные территории должен быть открыт. Именно поэтому у нас создан телефон горячей линии, который принимает информацию от наших жителей, от гостей города, когда они говорят о том, что та или иная пляжная территория каким-то образом ограничена в доступе. Естественно, мы реагируем на это, вызываем руководителя этого отеля или санатория и ведем с ним работу о том, что говорим, что если вы не откроете доступ на пляжную территорию, то у вас просто не будет вашего пляжа. А за какие услуги могут взимать плату арендаторы пляжей? И какие должны быть обязательно бесплатными? У нас обязательно бесплатными должны быть, во-первых, это использование туалета, во-вторых, душевые. Ну, по сути, все услуги на пляжной территории должны быть бесплатные, за исключением использования шезлонгов, зонтов, теневых навесов. Ну, все те сервисы, которые арендаторы пляжей, они берут финансовую ответственность на себя, и им нужно как-то компенсировать свои затраты. Поэтому было принято решение о том, что оплата за шезлонги и за зонты имеет место взиматься. Ну, и необходимо, я думаю, еще подчеркнуть, что все равно должны оставаться места, чтобы люди могли разместиться, скажем, с полотенцами и не пользоваться теми же шезлонгами и лежаками. Это тоже обязательно такое условие. Совершенно верно, да. У нас такое требование, что как раз-таки первая линия, которая прилегает к водной глади, она обязательно должна быть у нас свободной от всего абсолютной. Единственное, что там может быть, это спуск к воду в виде дорожки или инвалидного пандуса для маломобильных групп населения. Ну, и давайте затронем тему арендаторов пляжных территорий. Много ли по итогам прошлого года было расторгнуто контрактов с таковыми? И я знаю, что проводился конкурс еще до старта летнего сезона на пляжные территории. В том числе были разыграны дикие пляжи, которые пользуются популярностью у сочинцев, но раньше не были обустроены. Например, Красный штурм. Вот много ли таких пляжных территорий, скажем так, условно новых у нас в этом году? Ну, действительно, в прошлом году у нас было расторгнуто порядка 21 договора на благоустройство пляжа. Это те пользователи, которые недобросовестно себя проявили в прошлый летний сезон. В этом году, естественно, там уже новые пользователи. У нас есть перечень таких недобросовестных пляжников. По нашему постановлению они уже не имеют права участвовать в дальнейшем в конкурсе на благоустройство пляжей. То есть они в черном списке находятся. Если говорить о новых пляжных территориях, которые благоустроятся в этом году, да, действительно, у нас есть ряд таких пляжей. Вот, как вы сказали правильно, один из них – это Красный штурм. На сегодняшний день уже определен победитель конкурса на благоустройство, заключен соответствующий договор. Есть схема благоустройства пляжной территории. И, учитывая, что на такие пляжи достаточно непросто найти пользователя, немножко у нас сроки по проведению такого конкурса немножко затянулись. Именно поэтому и в том числе благодаря тому, что у нас не очень благоприятные погодные условия, пляж Красный штурм у нас по срокам будет введен в эксплуатацию 7 июня. Значит, он будет оборудован душевыми, будет оборудован раздевалками, также зонтами, шезлонгами, теневыми территориями. Ну, естественно, всеми позициями по безопасности. Это, естественно, наличие спасателей, это наличие спасателей в лодке на воде, это наличие сотрудников частных охранных организаций, это камеры видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации. То есть одним из основных условий функционирования пляжных территорий в этот летний сезон, естественно, мы ставим безопасность. Я могу заверить, что все пляжные территории города Сочи будут абсолютно безопасны для наших гостей и жителей города Сочи. Ну и как раз-таки тема безопасности отдыха стала одной из основных на координационном совещании по подготовке к летнему сезону. Его губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел в Анапе. О чем еще шла речь на Большом совещании, расскажем в нашем сюжете. Водичка тепленькая. Можно купаться, сезон можно открывать. Даже несмотря на не очень жаркую по меркам местных жителей погоду, туристы в Анапе уже опробовали и песок, и морскую воду. На пляж, но не отдыха ради, отправился сегодня Вениамин Кондратьев проверить, насколько курорт готов принимать гостей. Они, в свою очередь, делятся первыми впечатлениями. Не хватает мусорных контейнеров, да и сам пляж не мешал бы почистить. Если честно, мое точка зрения, я бы его от дикого пляжа с трудом бы отличил, этот пляж. Это пока нечто такое между пляжем и, наверное, естественной полосой моря. Вот эти вот, то, что навезли, ну, коллеги, нужно сразу как бы уважать и себя, конечно, и курорты отдыхающие, которые здесь. Они уже лежат с зонтиками, а тут все еще куча песка, который насыпали для того, чтобы что-то потом разровнять. Ну, уже давно нужно было это сделать. Винюш, с сезоном мы все сделаем. На сезон уже идет. Десять дней. Они за нас уже его открыли. Вон они ходят в шортах с зонтиками, и они уже отдыхают. Приезжают на курорт не только за отдыхом. Многие решают совместить приятное с полезным и устраиваются на сезонные работы. Мы убираем с пляжа мусор, грубо говоря. Ну, чтобы хотя бы, ну, он чистый был. Мы в первую очередь должны создать, мы первые, власть и комфорт, и чистоту. Тогда люди откликнутся, но на наш комфорт и на нашу чистоту, на наше благоустройство. Не только Анапские. Все пляжи Кубани должны пройти сертификацию и соответствовать международным стандартам. Новое требование Край ввел в этом году, напоминает глава региона уже на совещании. Главные критерии – оснащенность, ассортимент услуг и безопасность. Последнему условию Вениамин Конградьев уделяет особое внимание. Наличие паспорта безопасности сегодня для гостиницы санаториев – это второе разрешение на работу. Здесь нет кнопки тревожные, стража охраняют. То есть в этом случае они имеют право получить этот паспорт безопасности? Ну, они получили его ранее, а тревожная кнопка – это миру. А что, его забрать не возьмут? Ну, ранее выдавался паспорт безопасности. Ну, все, лишить его этого паспорта безопасности. А если у него вообще нет ничего связанного с безопасностью, как у него может быть паспорт безопасности? А если у него нет паспорта безопасности, то главы, коллеги муниципальных образований ни в коем случае не могут допустить, чтобы они фактически начали принимать отдыхающих. Только в этом случае мы жестко наведем порядок с безопасностью. Если вы дали паспорт, то заберите. Безопасными в курортных городах должны быть и аттракционные, и маломерные суда. За незаконные скутера и квадроциклы владельцев нужно не просто штрафовать, а изымать у них все нелегальные плавсредства. Такой же позиции Вениамин Кондратьев просит придерживаться и в отношении торговли суррогатным алкоголем. Жесткой позиции правоохранительных органов и контролирующих органов требуют также вопросы незаконной торговли алкоголем. В том случае, если мы позволим, мы реально понимаем, что где происходит в каждом муниципальном образовании, особенно, я говорю, курортные города, на каждой улице знаем, что делает, что производит и чем торгует. Но ничего не делаем. Почему? Значит, платят только кому-то за то, что можно этими видами деятельностей незаконными заниматься. Просто нужно прекратить коллеги этим заниматься. Только все вместе. В каких бы кабинетах ни сидели. Тогда курорт высокого уровня. Тогда на самом деле все прозрачно, чисто, комфортно. Коллеги, я прокурорам сегодня хочу сказать, что с учетом проведенного совещания и тех вопросов, которые возникли, необходимо более жестко и серьезно подходить ко всем вопросам, требующим нашего внимания. Ко всем фактам нарушений принципиально подходить. Больше трети туристов предпочитают добираться на курорты Кубани на своих автомобилях. И здесь есть еще одна проблема, которую предстоит решить – пробки. Позиция края – все ремонтные работы на дорогах к морю должны завершить к 1 июня. У нас одна дорога, которая максимально востребована в летний сезон, дорога по Краснодарскому краю, к Черноморскому побережью. И что, мы не можем всей страной сделать ее? На сегодняшний момент откорректированы все схемы о рождении мест производства работ. С 1 июня реверсов на Дону не будет. А почему опять не успеваем не реверс убрать, а ремонт завершить? Ремонт дороги проводится раз в 4 года. Так 4-й год заканчивается. Дело в том, что цикличность ремонта… Вы и детям планируете передать, что ли, своим ремонт? Ежегодно проводится пятая часть ремонта. На текущий год запланировано, должно быть под ремонтом, порядка 70 километров из 400. Коллеги, знаете, я вот, может быть, не совсем в циклах понимаю. Я просто одно понимаю, что сегодня, если второй и третий раз будут автотуристы ехать, и опять будет все в ремонте, то в этом страдает репутация, в первую очередь, власти. А цикличность, она раздражает людей. А если она раздражает людей, значит, вы что-то делаете неправильно. А уже раздражает так сильно, что да не могу. И жителей Краснодарского края, и всех гостей края, которые с всей страны едут. Вот если, коллеги, не успеете до 1 июня, подниму вопрос во все колокола. Итоги нынешнего зимнего курортного сезона – 2 миллиона человек. Всего же, по прогнозам экспертов, курорты Краснодарского края в этом году выберут не меньше 16 миллионов туристов. Наша с вами задача сделать так, чтобы наши отдыхающие получили качественный отдых по адекватным ценам. И мы должны оправдать их надежду, чтобы они отдохнули на самом деле и захотели вернуться к нам на следующий курортный сезон. Официальный старт летнему сезону дадут уже через 2 недели. Регион начнет жить в особом режиме. Время приема гостей – это большая проверка на прочность для всей Кубани. А что касается гостиничного фонда, сколько у нас номеров подготовлено для гостей, сколько одновременно наши отели, пансионаты и здравницы могут принимать туристов. И как продолжается работа и продолжается ли по классификации средств размещения? Конечно, эта работа ведется. У нас есть соответствующее федеральное законодательство, которое нас обязывает это делать. Поэтому темпы, естественно, с олимпийскими сложно сравнить. Но благодаря олимпиаде мы почти выполнили полностью наши требования. Но на сегодняшний день, буквально за 3 месяца, у нас дополнительно прошло классификацию еще порядка 100 средств размещения. На сегодняшний день у нас 1821 гостиница, обладатели свидетельства о прохождении процедуры классификации. То есть в них мы абсолютно уверены и отвечаем за то, что в этих средствах размещения, во-первых, безопасно, во-вторых, уровень сервиса на достаточно высоком уровне. Естественно, мы продолжаем работу в этом направлении, также выявляем новые средства размещения. Процедура понуждения их к прохождению классификации, она не поменялась. Есть ответственные структуры, это Роспотребнадзор, которые наделены соответствующими полномочиями. Они и самостоятельно, и посредством суда могут обязать средства размещения пройти классификацию. Но таких объектов, которые у нас подлежат классификации, их уже осталось не очень много в городе Сочи, которые до сих пор продолжают действовать. Но в основном это частные средства размещения, которые только в сезон работают. Именно поэтому сейчас, с начала летнего сезона, мы точечно как раз-таки начнем отрабатывать по этим объектам. А сколько у нас все-таки номерной фонд? Какой? Сколько мы одновременно можем принять туристов? И вообще, как хорошо, может быть, продаются номера на сезон? Ну, общее количество вместимости номерного фонда города Сочи – порядка 130 тысяч номеров. Ну и, соответственно, в летний сезон практически все эти номера у нас заполнены на 100%. О чем подтверждают уже и наши средства размещения, и туроператоры, которые занимаются загрузкой наших средств размещения. В том числе это происходит благодаря тому, что у нас глава города Сочи ездил по городам-миллионникам, проводил большую рекламную кампанию совместно с нашими федеральными туроператорами и привлек большое количество людей в город Сочи. Поэтому сезон у нас состоится, и несмотря ни на какие погодные условия, ну, погода в ближайшее время должна наладиться. Да, будем ждать большое количество гостей. Но очень острый вопрос – это курортный сбор, немало было разговоров о нем. И в следующем году Сочи, как и другие три региона – Крым, Ставрополь и Алтай – станет пилотной площадкой для реализации этого государственного проекта. С суммой определились ли уже? Это первый вопрос. И как вам кажется вообще, ваше личное мнение, необходим ли он городу? Ну, то, что курортный сбор необходим городу, это, я думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, потому что его целевое направление, оно абсолютно понятно и востребовано. Потому что есть ряд вопросов в городе, связанных с инфраструктурой, с благоустройством территории, которые очень сложно решить ввиду ограниченности бюджетных средств. Именно поэтому мы поддерживаем, естественно, губернатора Краснодарского края о том, что этот курортный сбор, он должен быть введен, но в определенных небольших объемах. И пока объем этого курортного сбора, он еще обсуждается. Но наша позиция, естественно, что он должен быть очень минимальным для того, чтобы мы его вводом не смогли отпугнуть туристов, скажем так. То есть вам кажется, что не повлияет введение курортного сбора на количество туристов, которые приезжают? Конечно, мы уверены, что не повлияет, потому что если он и будет введен, то он будет минимальный. И для туриста это будет неощутимо. Ну и последний мой вопрос об объектах показа. Их в нашем городе достаточно, это и достопримечательности, разного рода экскурсии, маршруты. Появились ли какие-то в этом году новые точки притяжения и готовы ли они принимать туристов? Да, естественно, у нас новые точки притяжения появились. Они готовы принимать наших туристов. Это такие точки притяжения, как, например, в Лазаревском районе это Сыроварня. Например, в Адлерском районе это Медовеевка, может быть, знаете, это частная пивоварня. Она находится в горах. Ну, очень такое спичистическое место, оно пользуется популярностью у туристов уже сейчас. То есть такой агротуризм направления? Агротуризм, да. Развитием как раз-таки агротуризма мы пытаемся немножко разгрузить прибрежную часть, которая у нас на самом деле немного перегружена в летний период времени. Именно поэтому мы всякими способами помогаем нашим сельским поселениям, всем желающим развивать в этом направлении туризм. Мы пытаемся разным образом им оказывать содействие. В том числе у нас большая работа сейчас проводится по модернизации дорог, ямочный ремонт дорог, в том числе и к сельским поселениям. У нас определены маршруты к объектам показа, которые у нас являются так называемые маршруты гостеприимства, куда мы ожидаем, что поедут наши туристы в этот летний сезон. И большая работа уже проводится в плане приведения к единому архитектурному облику всех этих гостевых маршрутов. Спасибо большое за очень интересный разговор. Будем ждать гостей в наш город Сочи. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был начальник управления по курортному делу и туризму администрации города Сочи Сергей Тамарат. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...